Когда прошли выборы мэра города Жуковский, тут же наши оппозиционеры, оппозиционные блогеры, все опять как с цепи сорвались. Фальсификации, админресурс, в очередной раз протащили заволосы мэра от Единой России. Такое ощущение, что есть уже какая-то мантра, которая зачитывается, как только проходят любые региональные выборы. То есть есть какой-то шаблон, по которому без всякого анализа, просто прошли выборы, победил Единый Российский, а все понятно, давай запускай фальсификации, админресурс, админресурс фальсификации. И вот это все по кругу ходит. Одни и те же люди бубнят одно и то же постоянно. Но если мы бы реально проанализировали то, что произошло в Жуковском, мы бы обнаружили очень простую и удивительную вещь. Кандидат от Единой России набрал менее 50% голосов. И два его основных оппонента в сумме набрали намного больше голосов, чем он. Это что означает, что если бы эти два кандидата от Прохорова и от коммунистов нашли бы точки взаимодействия, выставили бы одного кандидата и не лупили бы друг друга, а боролись бы с Единый Россом, то мэром бы города Жуковский был бы уже другой человек. И это очень серьезный урок для оппозиции. Если она по-прежнему будет ныть и все время в эти бубны бить на тему фальсификации админресурса, она все время будет проигрывать. А если она начнет думать головой, понимать, что на самом деле побеждать-то Единой России можно, вот в этом случае успехи у нее безусловно будут. Но пока, к сожалению, мы видим всю одну и ту же картину. Бубнеж про фальсификации, раздрай в лагере оппозиции, альтернативные кандидаты. Вот в этой ситуации пенять надо, безусловно, не на зеркало, а, конечно же, на себя.